История России в фотографиях представляет Челюскин, раздавленный льдами Грузопассажирское судно ледокольного типа было построено в Дании по заказу Советского Союза. Исследователь Севера Отто Шмидт предложил использовать пароход для отработки трассы Северного морского пути. Еще одной целью похода была смена зимовщиков острова Врангеля. С собой взяли продовольствие на полтора года, теплую одежду, спальные мешки, палатки. Команду составляли ученые, моряки и студенты, проходящие на корабле практику. Были корреспонденты, художники, кинооператоры, освещавшие экспедицию, и персонал, отправляющийся на остров Врангеля на зимовку. Некоторые взяли с собой жен. 16 июля 1933 года пароход Челюскин вышел из Ленинграда. По пути обнаружились дефекты, и судно вошло в родной Копенгаген для устранения неполадок. В Мурманске на судно поместили два разобранных дома для острова Врангеля и разведывательный гидросамолет Шадбан. На маршруте полярники встретили необитаемый остров. Им оказался открытый в XIX веке остров Уединения. На картах его местоположение было указано неверно, но астроном-геодезист Яков Гакель выявил ошибку. Первые льдины появились в Карском море. Челюскин получил повреждения. Для облегчения веса и дальнейшего прохождения был вызван ледокол «Красин». На него сгрузили тысячу тонн угля. В Карском море состав команды пополнился. У геодезиста Василия Васильева родилась дочь, которую назвали в честь Карского моря – Кариной. 1 сентября судно достигло мыса Челюскин. Часть команды посетила построенную там полярную станцию. В Чукотском море пароход вновь оказался заблокирован на льдами. Четыре месяца корабль дрейфовал. 13 февраля 1934 года корпус Челюскина не выдержал. Корабль тонул в течение двух часов. Единственной жертвой трагедии стал завхоз Борис Могилевич. Он хотел сойти с тонущего судна последним, но был придавлен бочками. На льдине оказалось 104 человека, среди них 10 женщин и двое детей. Средняя температура воздуха – минус 33 градуса. Ежедневно челюскинцы занимались подготовкой посадочных площадок для самолетов. Вечерами читали лекции, слушали патефон. Жили в палатках, питались супами и кашами. В сухой паек входили галеты, сахар, рыбные консервы. Иногда выдавали мясо и сало трех убитых во время гибели судна «Свиней». На следующий день после катастрофы в Москве создали правительственную комиссию по спасению команды. 5 марта летчикам Анатолия Малепедевским лагерь был обнаружен. Эвакуация пострадавших заняла месяц. 13 апреля, через два месяца после крушения Челюскина, со льдины были вывезены последние шесть человек и восемь собак. С Чукотки на пароходах Смоленск и Сталинград членов команда отправили на Камчатку, оттуда во Владивосток. И уже через всю страну на поезде повышенной комфортности челюскинцы отправились в столицу. 19 июня 1934 года их встретили в Москве на Белорусском вокзале. Участников экспедиции и их спасителей ждала торжественная встреча с руководителями Советского государства. Жители столицы ликовали. Грандиозные мероприятия продолжились в Ленинграде. Летчики, участвовавшие в эвакуации, получили звание Героев Советского Союза. Героев Советского Союза Героев Советского Союза